Здравствуйте, дорогие друзья! Указание на то, что нынешнее российское государство во многом создавалось мошенниками ради мошенников, и что мошенничество последовательно поощряется не только извращенной практикой правоприменения, а одной законом как таковым, часто не воспринимается людьми просто в силу ограниченной юридической грамотности. И между тем юридические нормы порой устанавливаются так, что совершенно объективно поощряют не столько малый и средний бизнес, сколько малых и средних и не очень средних преступников. Ну, один из примеров. С начала 2010 года, уже более 14 лет, статья 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прямо обязывает при расследовании уголовных дел принимать на веру без какой бы то ни было проверки все положения, содержащиеся в решениях арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Эта норма полностью игнорирует принципиальное различие между уголовными с одной стороны и арбитражными и гражданскими судами с другой. В последних, в арбитражных и гражданских судах, обязанность доказывания своей позиции лежит только на сторонах, а суд совершенно не обязан сам собирать и проверять доказательства. В результате слабая сторона часто просто не имеет возможности защититься. Рабочий не может защититься против администрации завода, выдавание может защититься от олигарха, да и в целом бедный не может защититься против богатого, а добросовестный гражданин России не может защититься против этнической мафии. Но это отнюдь не означает неправоту слабой стороны. Кроме того, арбитражные судья и судья при рассмотрении гражданского дела просто не имеют тех возможностей сбора доказательств, которые есть в уголовном процессе. Они не могут проводить обыски и выемки, устраивать очные ставки про противоречивших показаниях и так далее. В результате решения арбитражных судов и судов по гражданским делам опираются на значительно более узкую доказательную базу, чем уголовные, и, соответственно, обладают значительно меньшей надежностью. Это логично, потому что цена вопроса, который рассматривается в этих судах, по определению ниже, чем уголовные. Поэтому решения арбитражных судов и судов по гражданским делам при возникновении сомнений у суда при рассмотрении уголовных дел не должны автоматически приниматься как данности. Ну, собственно, так, как это было до 2010 года. Очень характерно, что соответствующая поправка в ОПК была принята Госдумой с голоса, что сейчас кажется просто немыслимой дикостью. Существенно, что при этом прокуратуры, тем более следствия, могут инициировать пересмотр вступивших в силу решений арбитражных судов, если доказательства ошибочности этих решений стали известны уже после их принятия. Такие доказательства часто появляются при расследовании уголовных дел, которые возникают после арбитражных решений. Например, если проигравшая сторона, считая арбитражное решение неверным, пытается восстановить справедливость и вернуть свои деньги неправовым путем. Она становится уголовным преступником, в отношении нее возбуждаются уголовные дела, и отчуда выясняется, что в арбитражстве она была права. Более того, следствие, в принципе, не обязано предоставлять, сегодня следствие не обязано предоставлять материал уголовного дела, который могут опровергнуть ранее принятое ошибочное решение арбитражного суда, ни этому арбитражному суду, ни проигравшей стороне. Проигравшая сторона же и вовсе не может представить в арбитраж вновь открывшиеся доказательства своей правоты, потому что они находятся только в уголовном деле и ей недоступны. Эта ситуация прямо противоречит определению Конституционного суда еще 2008 года, которая прямо закрепляет обязанность правоохранительных органов, включая органы обвинения, при расследовании уголовных дел способствовать отмене вынесенных ранее ошибочных арбитражных решений и решений по гражданским делам. Но на практике применяется не решение Конституционного суда, а печально уже знаменитая статья 90 Уголовно-процессуального кодекса. Понятно, что надо просто вернуть эту статью в прежнюю редакцию, которая давала уголовному суду право сомнения, дать прокуратуре право обращаться в суд для отмены решений, прежних решений, которые опровергаются вновь открывшимися обстоятельствами, и обязать органы предварительного расследования проводить проверки, несмотря на решения арбитражных судов, и предоставлять материалы уголовных дел как прокуратуры, так и потерпевшим для отмены решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции по вновь открывшимся обстоятельствам. Но для всего этого нужна одна малость. Для всего этого государство должно стремиться к борьбе с преступностью, а не к служению этой самой преступности. Ощи!